Шахматная доска имеет форму квадрата, площадь которого разделена на 64 маленьких квадратика. Эти клетки-квадратики попеременно окрашены в темные и светлые цвета и на шахматном языке называются черными и белыми полями. Горизонтальные ряды полей доски обозначаются цифрами от единицы до восьми. А вертикальные ряды первыми буквами латинского алфавита, строчными А, В, С, Д, Е, Ф, Г, Х. В России, как правило, буквы Г и Х произносят по-французски, соответственно, Ж и H. Таким образом, каждое отдельное поле на шахматной доске, находясь на пересечении в вертикали и горизонтали, имеет свое обозначение, которое служит для записи ходов или расположения фигур на доске. Об этом мы поговорим подробнее на одном из следующих уроков. Называя поле, сперва произносят букву, а затем цифру. Например, А1, С3, В5, Ф7, Х8. Перед началом игры доска кладется между партнерами так, чтобы с правой стороны отыграющих находилось белое угловое поле, Х1 или А8. И, соответственно, с левой стороны черное угловое поле, А1 или А8. Кроме горизонталей и вертикалей, на шахматной доске различают и диагонали. Из них две, А1, H8 и H1, А8, называют большими диагоналями. Демаркационной линией или границей называют воображаемую прямую горизонтальную линию, которая делит шахматную доску на два равных прямоугольника. А1, D4, D5, E4 и E5 получил название центра. У партнеров в начале игры имеется по 16 фигур одного цвета. Белые и черные. Каждая из которых имеет свое название и обозначение. Справа в таблице показано, как фигура изображена на доске, ее название, сокращенное обозначение, количество определенных фигур каждого цвета. Как вы видите, одноименные фигуры расположены друг напротив друга. Слева направо мы имеем ладью, коня, слона, ферзя, короля, слона, коня и ладью. Перед каждой из этих фигур стоит по пешке. Шахматисты-новички часто путают позиции ферзя и короля. Следует запомнить, что белый ферзь вначале всегда ставится на белое поле, а черный на черное. Партию начинает играющий белыми фигурами. Ходы делают поочередно. Целью каждого из противников является уничтожение неприятельского короля. Различные по названию шахматные фигуры передвигаются по шахматной доске по-разному. Познакомимся с ходами фигур. Ладья. В шахматной нотации обозначается буквой L. Ходит по прямой линии, горизонтально или вертикально, на любое доступное для нее расстояние. На пустой доске возможности ладьи везде одинаковы и не зависят от места ее нахождения. Находясь в позиции А1, ладья может пойти на любое поле, отмеченное красной точкой. Здесь и далее, справа от доски, перечисляются возможные ходы фигур. На этой диаграмме точками отмечены поля, на которые может пойти ладья с поля H5. И еще один пример перемещения ладьи по пустой доске. Ладья с поля D4 может оказаться на отмеченных полях. Как видите, независимо от места нахождения, ладья может перемещаться на одно и то же количество полей. Ладья не может перескакивать через какую-либо фигуру. Находясь в позиции B6 на этой диаграмме, белая ладья может пойти на одно из девяти отмеченных точками полей. Поля B1, G6, H6 для белой ладьи недоступны, так как к ним преграждает путь белый слон и черная ладья. Если на пути ладьи встает фигура противника, ладья может побить ее. Это значит, что неприятельскую фигуру снимают с доски, а ладью вставят на ее поле. Белая ладья может побить черную ладью на поле F6, став на ее место. Черная ладья имеет возможность пойти на одно из семи свободных полей или побить белую ладью B6 или белого слона F5. Поля A6, F1, F2, F3 и F4 ладьи черных пока недоступны. В начальной позиции ладьи ходов не имеют. Они окружены другими фигурами. Слон обозначается в шахматной нотации буквой S. Слон ходит по косым линиям или по диагоналям, во все стороны, на любое доступное для него расстояние. В начале игры у каждого партнера по два слона. Один из них ходит только по белым полям, белопольный, а другой только по черным полям, чернопольный. В начальной позиции слоны, так же как и ладьи, ходов не имеют. Они находятся в окружении фигур своей армии, а перескакивать через фигуры они не могут. Возможности слона меняются от его местоположения. На свободной от фигур доске он может перемещаться на большее или меньшее число полей. На этой диаграмме белопольный слон может занять 9 полей. Слон же, ходящий по черным полям, имеет в своем распоряжении на 4 поля больше, то есть 13 полей. В позиции на этой диаграмме белый слон B2 может пойти на одно из 6 свободных полей, отмеченных красными точками, или сбить черную ладью на поле F6. При таком расположении фигур поля G7 и H8 для белого слона недоступны. Черная ладья стоит на поле F6 и преграждает ему путь. Белый слон F5 обладает большей свободой передвижения, в его распоряжении 11 полей, а у черного собрата, расположенного в углу H8, имеется всего один ход на поле G7. Ферзь обозначается в шахматной нотации буквой F. Соединяет в своем движении ходы ладьи и слона. Он может перейти на любое поле того горизонтального или вертикального ряда, на котором он стоит, равно как и на любое поле по той или другой диагонали. Стоя в центре доски, ферзь контролирует 27 полей, не считая того, на котором стоит. Ферзь, безусловно, самая сильная фигура. Ферзь не может перескакивать через другие фигуры. На диаграмме видно, что ферзь, находясь на поле E4, может переместиться на 22 отмеченных красными точками поля, а также он может взять черную ладью B7 или слона E8. Черный ферзь может пойти на одно из 10 полей, отмеченных синими точками. В начальной позиции ферзь не имеет ходов. Он окружен своими фигурами.